День памяти Великомучника и Целителя Пантелеймона Его, я слышу, часто называют своим русским святым, как Освятитель Николай Четвотворца. Да, кстати, они земляки с Освятителем Николаем, родились практически в одной местности, ну это современная Турция, территория. А почему это происходит? А вот он понимал людей. Вы знаете, вот у нас всегда так, особенно в нашем народе, мне кажется, вот кто меня понимает, это свой. Даже он может почти не говорить на понятном языке, но человек понимает, это свой. Свой. Вот так и к Целителю Пантелеймону. Он показал удивительный пример сострадания к больным людям. Он был врачом, и при этом его отношение к болезни очень глубоко трогало людей. Знаете, он был таким небезразличным. Даже тогда, когда уже, казалось бы, физических сил помочь не было. Ну, особенно в тот период, наверное, той медицины. Но лечил он одинаково, как тогда, так и сейчас. Словом прежде всего. И его слово дарило большую надежду. Ну, а так у нас к этому дню у нас программа, если позволите, хотя говорили, давайте ещё раз о болезнях. Давайте. Тема всегда актуальна. Я думаю, что очередной раз Вы просто ответите на вопрос, всегда ли болезни телесные, следствие болезни духовных? Не всегда. Несомненно, есть начало любой болезни. Бывает так действительно, что сама телесная болезнь является продолжением, если так можно сказать, уже внешним проявлением того, что заболело давно и очень глубоко, где-то там в глубине. И чаще всего именно так и происходит. Потом бывают ещё такие болезни, как, знаете, как поднявшаяся температура. Вот её ещё вроде бы ничего не болит, но уже тут чувствуешь жар. Это значит, что-то уже начались какие-то процессы, и организм начал бороться. Вот иногда болезнь тела – это такая поднявшаяся температура, чтобы исцелить душу. Значит, что-то в ней уже не так. Что-то там начались какие-то очень сложные, печальные процессы. И нужно как можно быстрее её лечить. Но ещё и бывают болезни для славы Божьей. Вот в Евангелии есть такое событие, интересно, когда спрашивают у Христа, «Господи, кто согрешил? Он или родители, что родился слепым?» А говорит Господь, не он не согрешил ни родителя, но родился таким для славы Божьей. И бывают и такие болезни, когда рождаются дети для того, чтобы на них явилась слава Божья. Особенно, знаете, я, наверное, как никогда близко почувствовал глубину этих слов, тогда, когда мы проводили в нашей епархии первый фестиваль инклюзивный, где участниками фестиваля музыкального и творческого на сцене стали особенные дети, которые родились такими. И я почувствовал, сидя в зале, смотря на них, себя больше больным, чем этих людей. Почему-то во мне было больше боли, чем в тех людях, которые передо мной были на сцене. Именно более того, что ты начал искать в себе сострадание человеческого, и ты понимаешь, что в тебе его еще так мало, еще так много нужно сделать, чтобы оно в тебе развелось. Ну так, а можно ли вымаливать здоровье? Если да, то как это правильно делать? А кто ж не молится о нем? Каждый просит Господи, и особенно в молитвах, кто и в первый раз в храм переступает порог храма, и уже не в первый раз это сделает, всегда молится. Прежде всего, здравие своих родных, близких, себя вспоминает, друзей своих вспоминает. Да и каждый день, кстати, в богослужениях мы просим у Господа, чтобы Господь дал нам безболезненное завершение жизни. Не потому, что болезнь — это тяжелое, или вот следствие, о которых мы говорили, а потому, что болезненное состояние, оно является очень большим испытанием для нашей веры. И нужно много усердия, чтобы преодолеть эту болезнь, прежде всего, не отчаяться. Что называется, не опустить руки, увидеть смысл жизни в другом, не в борьбе за свое здоровье, а совершенно в другом. И поэтому, в принципе, конечно, просить о здоровье у Бога и надеяться на это здоровье — совершенно верно. Но когда мы молимся о здоровье, мы должны совершенно себе четко представлять, что это не повод для нас, лично для меня быть счастливыми, а возможность счастливыми сделать кого-то рядом. Вот часто так бывает. На больничной койке сам посещаешь кого-то, да и сам, когда оказываешься, думаешь, ну вот как выздоровлю, и то, и то, и другое, и третье, я тогда вот так, я тогда вот так буду поступать. Ты понимаешь, что тебе как-то внутренняя даже совесть подвигает к этому, что, в общем, твое выздоровление, оно еще для других важно, не только для тебя. И навряд ли, когда кто-то находится на больничной койке и думает, ну вот выздоровлю, вот выйду из больницы, и как в этот же вечер там отпраздную, так что там всю улицу соберу и буду есть, пить, веселиться. Навряд ли кто-то так думает. Скорее, какие-то другие мысли приходят в голову. Вот это правильно. И когда ты молишься об этом, ты должен себя отчетливо представлять, что твоя жизнь и твое здоровье — это не твое достояние, только лишь. Это еще и радость тех, кто рядом. А вот неизлечимые болезни, когда диагноз поставлен, стоит бороться? Ну, конечно. И вы знаете, стоит бороться прежде всего не за то, чтобы жить во что бы то ни стало, а жить сейчас, в этот промежуток времени твоей неизлечимой болезни. Недавно я просился с близким для меня человеком, с монахиней, которая тяжело болела, и последние месяцы эта болезнь была очень жестокой. Но я смотрел на этого человека, и она, сказать, чтобы угасала, физически — да, но душой наоборот. Это было какое-то особое как цветение, знаете, вот какое-то как последнее зимнее вишня, которое созревает уже тогда, когда опадает листва. Но вот этот плод, вот то, ради чего все было. Вот оно самое главное. И вот такая борьба, она просто необходима. Иначе можно потерять всю прожитую жизнь. Вот чтобы ее не потерять, надо бороться. И, конечно же, в том числе и как-то поддерживать свое физическое состояние возможными средствами лечения. Но вот если традиционные средства исчерпаны, зачастую люди обращаются к каким-то альтернативным методам, даже непроверенным, но очень хочется исцелиться. Это правильно? Тут сложно, наверное, ответить на вопрос, потому что я знаю большое количество людей, сторонников, как и традиционных методах лечения. Можно уйти в большую дискуссию, что помогает больше, что вредит большим. Могу только сказать одно. Мы говорим о таком лечении, которое действительно имеет результат. Как вот однажды мне сказал замечательный один такой же пожилой терапевт, говорит, знаете, я вам прописываю то, что точно поможет. Я говорю, а вот там же есть новые средства, какие-то там, вот там какая-то реклама или что-то. Ну, вы знаете, я вам даю то, что работает. Вот, наверное, такая простая мотивация к методу лечения бывает очень полезной. И еще нужно понимать, что само лечение объединяет людей, как ни странно. Ну, вот, конечно, там заболел кто-то у нас, бывает так же в епархии. Объявляем сбор пожертвований, просим молитв за этого человека, все вместе объединяемся друг к другу, звонят люди, переписываются, спрашивают. Ну как? Ну что? И ты понимаешь, что болезнь одного человека стала, если хотите, лекарством для многих людей, которые до этого вообще даже не общались друг с другом, даже не знали друг друга. И иной раз так думаешь, Господи, вот бы еще человек пожил бы, пусть и в болезни, но ради того, чтобы как можно больших людей вылечить-то через свою собственную болезнь. И Господь иногда так и продлевает время жизни человеку уже не ради этого человека, а ради тех, которые, если так можно сказать, вылечиваются от своего жестокого сердца и какого-то безразличного отношения к чужой боли. Вот так, а если человеку предстоит какая-то рискованная операция, то кто все-таки должен принять решение? Он сам положиться на врача, идти к священнику, советоваться с родными? Он должен спросить у всех тех, кто ему дорог, и принять самостоятельное решение. Это непросто, но это единственный правильный поступок. И не потому, что таким образом человек как бы снимает ответственность других. Наоборот, он должен всем показать свое почтение. И у своего друга спросить, ну что ты мне скажешь? И у своей жены спросить, родная, ну как ты к этому отнесешься? И у своих детей спросить, милый, ну а вы как думаете? Вот что делать? Чтобы каждый сказал, но принять самостоятельное решение, и всем об этом решении сказать, как о своем решении. Спасибо вам за то, что вы мне сказали, но я вот принимаю такое решение. И объясни, почему ты это решение принимаешь? Ну если речь идет, допустим, человек отказывается, потому что и такие бывают случаи. Ну действительно, бывает слишком, может быть, высокий риск. И я помню такой случай, когда вот так один человек и отказался, потому что сказали, мы совершенно не можем сказать, что будет дальше. Скорее всего, вот ваши анализы и обследования говорят об этом. Но во всяком случае, сейчас вы живы, и сейчас вы с родными. И это было, пожалуй, самыми дорогими словами врача для человека, который уже погибал, и он воспользовался этими словами. Вот такая вот палеотивная медицина, помощь безнадежно больным. Как часто приходится священникам в нашей епархии работать с такими людьми в таких учреждениях? И часто ли они сталкиваются с агрессией? Все-таки люди в таком состоянии, они, конечно, по-другому уже действительность воспринимают. Можно сказать однозначно, что у таких людей всегда бывает диалог с Богом. Но не всегда этот диалог проистекает из глубокого чувства надежды или веры. Когда оказывается, что в человеке пусто внутри, и еще вот эта мрачная пустота надвигается снаружи в виде болезни, и они объединяются, то появляется в самом прямом смысле этого слова такая черная всепоглощающая дыра. Человек нередко и озлобляется, и переживает глубочайшую боль, но вызывает при этом еще большее сострадание. И о таком человеке с особым усердием мы начинаем молиться. Да, наши священники посещают, конечно, таких людей. И речь идет не о приговоренных к смерти. Вот я хочу это особо подчеркнуть. Речь идет не о том, что все, тихо посидим, пусть уйдет. Или уже ничего не сделаешь. Да сделаешь. Еще очень многое можно сделать. Можно успеть произнести самые главные слова, решиться на эти самые главные слова. Можно почувствовать настоящее облегчение не в том, что теперь мы расстались, а в том, что по-человечески все было. Сколько бы там лет не было, но по-человечески. И вот это самое главное в общении. И, кстати, когда приходит священник к таким больным людям, то прежде всего настаивает именно на том, чтобы как можно больше этому человеку общаться со своими родными и близкими. Не прощаться, а именно общаться. Успеть все сказать и все вспомнить. Успеть закончить все начатые раньше разговоры, которые почему-то были прерваны. И вот теперь еще есть время договорить, дописать до конца. И вы знаете, это очень сильно помогает и тем, которые готовятся к вечности. И они не боятся ее, потому что в эту вечность есть чем прийти с дописанной книгой. И тем, которые еще остаются в временной жизни. И им не страшно, потому что они чувствуют себя людьми с облегченной совестью. А ведь ничто не помогает так жить, как легкая совесть. А так и сколько женщин вымаливают своих пьющих мужей. И как часто от врачей можно услышать, что это болезнь. И вот как вымолиться? Как за больных? Но ведь пьянство относится к числу грехов. Да, мы знаем, что болезнь есть, в общем-то, продолжение греха. И вот я хотел бы привести пример. Недавно общался с такой молодой мамой. Супруг ее, к сожалению, поражен этой болезнью. И это все происходит на глазах у детей. И она мне говорит, с болью, как же быть? Вот я и говорю с ним, и, конечно же, молюсь. Говорю, вы начните молиться вместе с детьми. Потому что дети должны понимать, что это болезнь. И болезнь надо в том числе лечить своим состраданием. И поверьте, что детская молитва дойдет до уха Божия намного быстрее. Потому что они, безусловно, любят своих родителей, безусловно любят своего папу, вне зависимости от любого его состояния. И это помогает сохранить единство в семье. Мы вместе боремся, не терпим. Как некоторые думают, ну надо терпеть, ну что же сделаешь? Как-то, знаете, развести руками. Нет, нет, нет. Мы вместе боремся за нашу семью. И вместе лечимся от этой болезни. И папу лечим, и себя тоже. От отчаяния, от, знаете, таких опущенных рук. А поднимаем руки вновь к небу. И, слава Богу, это помогает стоять ровно. Вот такая. Однажды в интервью одной известной актрисы, я прочитала, когда ее спросили, как она хочет встретить свою старость, она сказала, я мечтаю в окружении, конечно, родных, и полежать, поболеть. Вот это вот стремление к мученичеству, если можно так сказать, в жизни, в обычной, оно нужно? А вы знаете, наверное, она в чем-то права. Наверное, иногда каждому из нас полезно поболеть. Вот так, чтобы выплакать, выстрадать. Вот так, чтобы, наконец-таки, сознаться в своей неправоте. Иногда физическая немощь помогает нам в том, чтобы духовно, внутренне стать намного сильнее. Ну, так и спасибо большое за такую беседу. И, конечно, ваши слова поддержки, может быть, тем, кто болеет, или тем, кто рядом. Всем. Спасибо за нашу беседу. Дорогие друзья, не надо бояться болезни, надо бояться не заметить тех, кто рядом страдает. Не надо бояться скорбеть, надо бояться того, чтобы не протянуть руки помощи, у кого текут слезы из глаз. Все мы, каждый из нас переживает болезни. Я хочу пожелать нам, чтобы эти болезни делали нас сильнее, по-людски сильнее, духовно сильнее. И пусть Господь услышит наши молитвы, и молитвы наших детей друг за друга. Дай Господи всем нам здравия и души, и тела. Храни вас, и Господь. До свидания. Мы обязательно увидимся.